Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я Свохолд и в прошлых сериях мы повоевали с гномами и с андурубом. Я немножко за кадром посидел, позбивал сверх расширением, оно почти закончилось. И перемирие с гномами тоже закончилось, поэтому я им сразу убил войну. И сейчас мы как раз таки начнем с ними активно воевать. Выведем сразу флот, это все заблокируем. У них союзников нет, двоем чисто с коалицией дворфов, поэтому ничего сказать особо здесь с ними сложного нет. Быстренько тут все оккупируем, займем, дадим пару боев и они успокоятся. И за эту войну постараемся уже собрать абсолютно всю вот эту фуку. Все вот эти земли мы себе постараемся уже полностью вернуть. И уже начнем потихонечку, я так понимаю, ограничить с анбинкостом. Это же так называется? Верно же? Анбинкост? Да. Наверное, да. У нас появилась новая реформа, это реформа власти. Для негрессивного расширения для нас это прям нет. У нас беспорядки, сепаратизм, ну такое, признанная культура вообще бессмысленна. Желание свободы, цена жестокого, подавления нет. У нас беспорядки языческие и юридические тоже бесполезны. Тогда что? Здесь абсолютизм, удар по стабильности, проявление войны, минус один. Влияние агрессивное расширение для нас это прям... Ну давайте вот это что? Национальные беспорядки, время сепаратизма. В принципе звучит как не самая плохая вещь. Здесь мы потихонечку внедряемся. Ну я бы сказал, очень потихонечку. Здесь параллельно еще занимаемся поисками... Как это правильно назвать? Ядер рамов. Поэтому периодически выскакивают ивенты. И войну с кротаром, мы так понимаем, мы закончили. Кротонором, да. Кротонор уже по идее все. И за эту войну... Да господи, почему? Что-то такой дорогой, кротонор. Починьте Риуль. Мне нужно... Какие провинции? Риуль и вот это. То есть... Ага, давай тогда. Нам превратить нужно вот эта провинция. Вот это ладно. Еще одна война, видимо, будет. Ну коалиция там понятна. Но мне нужно вот это забрать, чтобы я получил дальше, так понимаю. Канеркард Бланш. Там Ларбеан, Бусилар, Бусиларский пролив, Остров Теф. И потом мы сможем воевать с Бусиларом. Эротически. И дальше ищут. Здесь мы потихонечку в горах этих бедалах Дварфов внедряемся. Ну, в принципе... В принципе, все. Сейчас только побегаем. Половим их Флотилии. Разбиваем. Может быть, что-нибудь захватим еще. Ну и заодно починимся уже. У них Флота больше тоже нет. Поэтому, да. Братонора, так понимаю, уже сейчас должен полностью... Нет, еще не сдается. А у этих гномов мы заберем только одну провинцию. О! Местонахождение сердца. Еще механические солдаты. Местонахождение сердца найдено. И теперь можно выбрать, что с ним сделать. Я обычно отдавал его артефакторам, чтобы увеличить вместимость. Ну, артефактор пусть дальше изучает военные технологии. Мы... Ну да, у нас не хватает вместимости. Покидай двоенную коалицию. Ну... Ну-ну-ну. Ну-ну. Покидай двоенную коалицию. Сверхорасширение мы почти его, вижу, закончили. И выполним как раз таки... Что это? А, это духи. Все духи. Духи нас не интересуют. Мы с одним что-то смогли сделать, а остальные, к сожалению, для нас недостижимая пока величина. Которую мы ничего сделать не можем. Ну, сверхорасширение закончилось. Сейчас быстренько это мы все обратим. Либо в нашу веру, либо в прах. Тут как бы как пойдет уже. Так, ага. Ну, дворфы тоже неплохо умеют сражаться. Поэтому в этом плане они довольно-таки опасные. Пареньки. Они могут дать нам хорошие бои. Можно взять на лимит управления и конторы появятся. В принципе, давай пока возьмем. У нас, по идее, распространяется же само по себе. Ну, потихонечку там капает где-то что-то. Опа. Опа. Что-то я тут обнаглел, малюха, да? Вот эту армию уже не спасти, так понимаю. Отойдем. Здесь попробуем помочь. Здесь мы разбили их как-то. Да, разбили. Но какой ценой? Эта армия у нас? Ага. У нас теперь не упасть отсюда, да? А если вот кто нападает-то? Может, там тысяча человек бежит, я переживаю? Ну да, там тысяча человек бежало. Сейчас подведем свои основные силы на помощь. Ну, не основные, которые были только что разбиты. Кратонор родной. Ага. Можно забрать еще провинцию в западном Астмарке, да? Влезть туда, но у нас вроде как претензий нет пока что. Да не, пусть откажется от претензий каких-нибудь и денег даст. И сейчас подождите. Да, мы это... Сословие довольны? Сословие довольны. Значит, мы теперь заключаем мир. И теперь национализировать. Это у нас не хватает очков на все это добро. Авдалладум. Авдалладум. Хочет воевать. Не знаю зачем, но он хочет. На самом деле это очень странно, грустно и непонятно. Демилитаризация границ. Поделиться картами. Ну, я бы на самом деле хотел бы просто денег, наверное, там, контрибуции, влияние. Мне много-то особо не надо от них. Я бы сказал, они вообще от них ничего не надо. Ну, пусть живут в горах, ничего жалко что ли. Я же не жадный. Хотят, пусть живут. Давайте, наверное, мы сюда подойдем сейчас все. И попробуем их разбить. Под крепостью, в принципе. Божественное вдохновение еще на боевой дух нам далось. Ну, давайте попробуем подраться. Не стали их поддерживать, союзники. Ну, это как бы их проблема. А, мы отступили. На осаду есть пацан у нас. Ага, решили подраться все-таки. Ну, здесь довольно сложно нам будет драться. Вроде генерал хорошая. Ну, мало ли, что может произойти. Ты на осаду, пацан? Ты остаешься. Да вы оба на осаду. Туда разницы нет. Кто из вас уйдет, кто придет. Потихонечку обращаем. Тут уже большая часть провинции в Джаде. В Танцах, так сказать. А нахера добить не можем из-за большой, гигантской такой коалиции, которую не хочет, чтобы мы что-либо тут делали. У Авдал Тунгуру, что он откажется от своих национальных провинций, чтобы там больше сепаратистов не было. Даст денег мне и перестанет существовать. Ну, и вот Авдал Ладум, наконец-таки, принял свое поражение с честью. И мы с него подоили денежек, репараций и всякой такой мелочи. Ну, потому что цель войны у нас была не с ним, в первую очередь, а с его союзником, за которого он решил зачем-то вступиться. Но разницы уже нет, потому что война полностью закончена. И мы, наконец-таки, можем идти дальше по пути заданий. Это починить Реуль. Республика Реуль принадлежит к числу тех немногих царств под пятой солнечных эльфов. Ну да, что-то эльфов здесь я не увидел. Кто смог отбросить свои кандалы и противостоять их складской лжи. Мы всегда восхищались стойкостью их убеждений, и поэтому обязаны включить в состав своего государства существ толь могучего духа. Для этого, чтобы и дальше нести свет с Реуль, нам нужны те, кто ясно видит солнце. Звучит красиво, но невыполнимо. Ну, точнее, мы выполнили, но от эльфов как бы одно название. Порты Буссилара, Буссинор, это нужно мне сюда влететь. Это мне в любом случае, я так понимаю, готовят мне войну с Эбертилем. Гвардия Саруэля. Нужно построить что-то. Нужно построить вот эти штучки, но для этого нужно перенести столицу туда. А мы для этого просто подождем. Ну да, ничего здесь делать нельзя с духами. Ну и в принципе пока вроде бы как все. У нас есть вот здесь еще претензии, я вижу, да? Нет, здесь претензий нет. А, мы вот эту землю забрали. Я про это забыл совсем, ну ладно. Они вроде покладистые. Ну, будет у нас, так сказать, плацдармик в Наталере и в Карвуре. В Карвуре что-то очень плохо, кстати. Ну, ничего страшного. Коалиция. Ну, можно с верховной ставкой так-то замахаться, по идее. У нас только претензий на верховную ставку нет особо. Так-то да. Так-то претензий на нее нет. У меня претензий сюда, дальше идти в Пхувари. Но Пхувари тоже странный тип. Надо точно повыплачивать долги. Увеличь свои финансы. У нас лимит превышен почти на 600 единиц. Это прям, конечно, грустновато. Ну, ничего страшного. Принадлежит державе. Нет, в степи я лезь что-то не хочу. Построить верфь и построить универ, кстати. Артефакторы просят. Столица. В бульваре, да? Ну, давайте поставим универ. Я не против. Как у нас вообще по распространению, кстати, институтов? Они потихонечку, вижу, представляются. Во многих местах, так понимаю, где есть универы, они появляются. Да? По 0,8? Почему? А почему по 0,8? Дружественная провинция. Синяя. Имеет университет плюс 0,27. Ну, да. Да, оно понятно. Но в любом случае, пока это не сильно важно. Насчет союзников вопрос. Кого бы нам взять? По идее, вот на сколько он здесь? 100 тысяч. Ну, вот Зурканаак, 180 тысяч. Мы с ним ограничим. В принципе, он нам только как неплохо должен. 190. Какие здесь мощные пацаны обитают. Давайте с этим и заключим союз. По идее, они нам должны будут помочь в Ванес Бхувари и с Верховной Ставкой. Решил последовать вашему совету и передал вот это все, вот эти регионы, под торговую кампанию. И теперь, в теории, мы должны получать чуть больше денег. Чуть-чуть еще поигрался в торговле, в том плане, что стал торговцам отсюда толкать доход сюда, отсюда сюда, и отсюда уже у нас идет в бульвары и в Сарейд. Таким образом, мы вроде как увеличили наши прибыли. Вроде как. Остальное передать пока не могу торговцам, потому что... Хотя это, наверное, было бы хорошо торговцам передать. Только на территориях. То есть я должен начал отменить эту территорию. Да. Ну, в принципе, наверное, в этом смысл есть. Наверное, сейчас я этим займусь, сделал здесь торговую кампанию, чтобы больше денег тащить. Вот я сделал здесь торговую кампанию. Во всех этих регионах нас торговой кампании есть. И в теории мы сейчас должны здесь грести деньги лопатой. Но пока на самом деле... Ну да, мы увеличили количество денег, которые отсюда вывозим. Это хорошо. Где бы еще сделать? Но здесь смысла большого нет в торговой кампании. Здесь тоже особо смыслов нет. В том плане, что это не конечные узлы. Не хотел бы прикол. Здесь мы вроде как толкаем сами. Здесь, конечно, можно сделать маленькую торговую кампанию на два пунктика. Ну, не знаю. Здесь самая выгодная торговая кампания вылет. Здесь, конечно, можно ее сделать, но мы и так здесь вывозим деньги. Здесь у нас не появился еще торговец. Сколько там? 202 дает, да? Неплохо. Железная волна. Ну, наверное, того стоило. Сколько нам не хватает до купца торгового? Сколько я видел, там совсем чуть-чуть не хватало. А сейчас, по идее, лимит армии уменьшился, да? Ну, у нас и так армия была небольшая в этом плане. Поэтому это вроде как не проблема. Будем дальше строить здесь. На торговое влияние. Вот они, да? Плюс 4. А, я строил на налоги. На торговое влияние было ставить. И вот мы получили купца за то, что здесь раскачали торговую кампанию. И здесь мы тоже можем и в теории раскачать, если постараться. Здесь у нас земли просто мало. То есть, если мы повоевали, допустим, с вот этими, мы бы, наверное, смогли бы займить здесь еще торговую кампанию, чтобы получать еще больше денег. Это звучит интересно. В принципе, этим можно заняться. У нас появился в любом случае купец, которого мы, наверное, бы отправили толкать отсюда в суд. Хотя, какая разница? Куда-то. А ну, куда-то в другое место вывозится, да? Ага. Здесь что? А, вот отсюда он. Ну, это сюда же толкать. И отсюда сюда, ну и так толкается. Ну, смысл большой. Вот отсюда можно толкать. Вот сюда, кстати, попробовать. Какую-то копеечку толкнем. Толкнется что-нибудь вообще. Сколько мы сможем толкнуть? Давай. Обрадуй меня. Двадцатка. Неплохо. Опа. Верховная ставка билась к геймонам. Звучит, конечно, жестко. Ну, я их не боюсь, поэтому мне без разницы. Пятенность производства. Тема тоже хорошая. Налоги не знаю. А вот местное производство тем хорошее. Больше товаров будет в узле. Значит, больше денег. Больше денег, больше вывезем. Конечно, поставить здесь торговый флот, наверное, по-хорошему. Хотя мы и так уже самые первые по торговле. Даже не знаю. У нас вроде как уменьшился лимит управления, благодаря тому, что мы это поснимали все. Можно еще поснимать. Мы потеряем стоимость советника. Лучше вот влияние агрессивного расширения уменьшится. И территории снимать, вот еще вопрос. Вот эти все поснимать. Сделать из них торговую, так сказать, империю. Ну, я решил и здесь поснимать вот эти провинции. Сейчас будем здесь что-то с торговлей делать. А, я не могу, да? Это я зря сделал. А, потом я понял, в чем дело. Ну, да, это было зря. Ладно, терпаново национализировать. Хотя они пусть останутся таким, как есть. Это не проблема. Просто, конечно, неприятно, но это не проблема. Я построил, вроде бы, на перенаправление торговли, да? Вот эти оценщика недвижимости. Вроде и горит серо, значит, я его построил везде, где смог. Поэтому будем дальше заниматься застройкой. Здесь я смогу делать... Здесь я не смогу делать торговые компании. Я смогу вот здесь. А, кстати, вот эта земля наша тоже. Ну, а толку от него? Да, он там толкает, непонятно. Вот здесь можно, но... А куда он толкает, кстати? Ну, он туда вперед толкает только. В принципе, если мы захватим здесь, то можно всю эту торговлю аккумулировать здесь, собирать. Это же неплохо звучит. Пока мы здесь живем, поэтому... Прямо где-то живем. Там херап что-то пытается делать. Эти земли я тоже не могу никуда деть, к сожалению. Это тоже нельзя сделать торговым узлом. То есть только вон тебя наше... А вот это можно сделать торговым, да? Торговой компании. Смысл в этом не знаю, сколько много, но... Почему бы и нет? У нас здесь есть какие-то провинции жалкие. Ничтожные. Жалкие, ничтожные провинции. Но что-то же нам здесь это даст, по идее. Кроме самоудовлетворения. Давайте попробуем этого купца перекинуть сюда. Может быть здесь мы сможем больше денег поиметь. А так нужен торговый флот. Я так понимаю, здесь бумажные куклы. Страшно вырубай. А мы 20 монет толкали. А сколько будем толкать здесь? 15. Здесь даже хуже, чем там, да? Ладно, это его наверх вернем. Пусть он там занимается своими делами. Доход на автофитивность производства здесь еще туда улучшаем. Ну и вот здесь поставим тоже. Почему бы и нет, в принципе. Право, давай. Он, наверное, появился и исчез. А не, он просто вернулся, я понял. Правильно, тогда тебя вот сюда. Полкай. Он построил первый торговый флот. Это пораньше свой Вархенский залив. И посмотрим нашу прибыль. У нас было 94. Стало пока непонятно. Ой, обрекает хорошо. Ну, чуть-чуть подросло. Не сказать, что прям очень много, но... С меру по нитке. Доход от пошлины. Золотой флот. У нас такого ничего нет. Нас-то мало касается. И мы здесь, как бы, вроде усилили свое торговление, но, как бы, непонятно. Деньги давать тебе не будем. Ну, а так, я понимаю, нам нужно готовиться к войне с Абартилем. Точнее, мне бы вот этого доесть. Пират, но там что-то больно их много. Даже если я поприлошал бы даже всех этих, то это бы ничего особо не изменило. Поэтому с тобой что? Можно с ним повоевать, но там будет верховная ставка. В принципе, если с вот этим вместе, то в теории мы, может, и разобьем верховную ставку. Мы их превышаем, по идее. Это в коалиции сидит. Здесь эти все мелкие тоже в коалициях. То есть тут верховная ставка нас ждет. А, ну еще ждет Авдал Канзат. Авдал Канзат, он не в коалиции. Ну, на Твир, допустим, мы не боимся. Ну, или влезть сюда еще. Вот этот торговый узел прекрасный. А у меня же еще вот эти земли есть. Не знаю, какой у них прок, как от торговой компании, но... Да почему бы и нет. Упс. Я что-то... Я мискликну, ну ладно. Не знаю, в чем прикол. Дочерни державы. Ни разу их не делал, кстати. Типа просто вассал. Ну, пусть будет, ладно. Пусть будет. Это же не то, что я хотел, но как бы... Пусть будет. Поставим здесь еще на перенаправление. Хотя мы не занимаемся перенаправлением. Да и смысла здесь большого нет в этом. Античудовищная. А стая. А-а-а. Вот оно как здесь. Интересно получается. Здесь главный торговый партем улучшили. Торговля из войны как ведется. Деньги у нас какие-то имеются благодаря этому. Авдалконзад нас считает своим соперником. 300 и 500 у них, да? Это жестко. Потому что нас никто не поддерживает в этой войне. Индору против нас коалицы. Можно джига-абу. Вот это, да? Краснодору будет. Негефа. И вот эти. Сделать здесь типа торговые всякие конторки. На толку в этом ни разу есть. Детская Нагорье. Звучит неплохо. Ну, или здесь. Это бы, конечно, забрахая. Здесь деньги особо не водятся. Здесь большие деньги водятся. Здесь неплохие. На ней вниз уходят. Вот эти в любом случае сюда идут. Ну, да. Мысла здесь немного во всем этом деле. На мой взгляд. Деньги хорошие у нас идут сюда. Они сразу отсюда уходят. В нашу столицу, где мы все это сразу и собираем. Ну, да. Ну, ладненько. Можно с абортилем рвать, наверное, союза. Нам нужно вот это доесть сначала. Выполнить задание, чтобы уже можно. Ага, стоп. Ну, да, я могу сделать здесь торговое, но толку? Ну, не знаю, в этом нет смысла. Пока что. Пока что смысла в этом немного во всем. Ну, наверное, все-таки начнем войну с Мухакером. Будут вот эти. Нам они не важны. И вот Ракас. Сейчас перебросим с того войска. И думаю, займемся вот этой кампанией. Ну, и пришла пора, я думаю, заняться вот этим вопросом. Будем воевать за империализм. Позовем еще абортиль. И спокойненько здесь покушаем. У них по военному теху 24. У нас 25. И мы скоро уже примем просвещение. Я так понимаю. Поэтому проблем особо быть-то не должно. Вроде бы как. Так, там уже на собственном опыте это мы увидим. Наша цель за как можно больше взять из земли. Здесь в этом торговом узле возьмем в этом. Стараемся нарастить нашу торговлю. Получить еще одного торговца. Получить еще больше прибыли от всего этого дела. Здесь можно еще развить торговлю. Почему нет? Деньги-то неплохие мы получаем. Мы в два раза увеличили свой бюджет. Благодаря правильному планированию. Это не может не радовать. В них армия 150 полков вроде как. Но что-то я их не боюсь, скажу вам честно особо. Здесь мы пройти не можем никуда. Ну ничего страшного. Рокас с этой войны вышел. Мы, к сожалению, с него забрать ничего физически бы не смогли. Им даже сильно захотелось. Поэтому будем просто забирать земли мухакара по торговому узлу. Я думаю. Здесь он оторвал. Хотя почему оторванный? Вот так он не будет оторванный. А, но здесь чуть-чуть другой будет торговый узел. Ну ничего страшного. Можно даже вот так, чтобы страну соединить полностью. Вот. И заберем так много, сколько сможем. Это же южное направление. Здесь будут уже другие коалиции. Могу понять. Будет наша такая колония здесь. И мы будем полностью вот так вот иметь проходы. А не просто вот так оббегать. Мы вводим сразу так чик и все. Потребует это у нас тысячу, я вижу, очков администрации. Но проблем, думаю, быть не должно. У нас уже есть 700. Мы почти все накопили. А, здесь осады ведутся уже. Руга крепости здесь мы все взяли, да? Ты куда идешь, ты туда идешь. Здесь гномы наши братья тоже бегают. И Бортили здесь совсем плохо, но... Я не против, пусть пинают. Где вся армия и Бортили в это время, непонятно. Ну, пусть пинают и Бортили. Если он будет слабее, тем нам будет лучше, как говорится. Нам нужно ждать, когда распространится институт. И потихонечку принимать его, чтобы не терять ничего нам необходимого так сильно. Ну, вроде как, мы крепости все взяли, которые я видел. Вроде как, да. Можно, наверное, просто провинции брать потихонечку. Ну и на этом война, в принципе, была, наверное, все-таки завершена. Ну да, мы захватим довольно-таки большой такой хороший кусок пирога. Урвем себе, сделаем здесь торговую контору и поимеем, надеюсь, много денег. В любом случае, мы расширим нашу империю, ее укрепим. Поэтому, в любом случае, это зря не было. И мы еще выполнили восторг Суруэля. А, сверх расширения 200%. Да-да-да. Давайте посмотрим, что за восторг Суруэля. Не важно, насколько усердно мы трудимся над творением Суруэля. Одного наслаждения мы никогда не познаем, ступая по Халлану до конца его, когда он, наконец, примет нас и мы растворимся в свете. Его мы не можем, надеется, познать этот экстаз, будучи привязанным к своим смертным оболочкам. Мы можем испытать все чудеса Халлана, каждое удовольствие и любую роскошь. Именно так мы и поступим в нашем следующем всеимперском празднице. Масштабное начало. Давай. Масштабное начало праздника Суруэля. И давайте это все национализировать. А потом делать... Ну, обращать, а потом делать уже торговые кампании. Это у кого тут такое? Веркал Гуан, ну успокойся. Что-то ты какой-то... Какой-то возбужденный Веркал Гуан. Не надо так делать. Так, подождите. Давайте выделим все наши здесь полки. Один отправим сюда. Один сюда. А остальные сейчас пораскидываем здесь просто, чтобы они не поумирали. Будут просто здесь пока стоять временно. И все. Достанческие настроения. Гнула были. Масштабное начало восторга Суруэля. Все начнется на закате. Не до времени, когда солнце прекраснее. Равно нет момента, когда мы, Империя Джада, было красивее. И инженеры. Что светятся вокруг еншенских фейерверков, восстановленные в фарфорах городах. И аистал Ралары. Лонны пороха в замысловатых конфигурациях, которые, как они надеются, смогут стать хотя бы жалкой тенью чудес его. Весь город Шранжа искрится догадационными камнями, играют красно-оранжевыми. Целое состояние, что разбросано по городу, легко переживается, ибо такую славную дань Суруэлю вряд ли что-то затмит. Верфи и Бартиля, обычно работающие как часы, создавая и поддерживая армаду Суруэля, затихли, когда кра... Ну, кстати, верфи и Бартиля у нас еще нет, и Бартиль еще живой, все-таки мы еще не забрали эти верфи. Глубокое удовольствие гудит по всей Империи, можно испытать всякую сладу, и всякий верующий в Аджада благословлен намеком, как ощущается, быть поглощенным восторгом Суруэля. Производство удар по стабильности, зато у нас здесь пыл, отношения, нас беспорядки минус 10, пока праздники будут, я так понимаю, идти. Ну, мы здесь еще быстренько все это обращаем, все это непотребство. Я могу включить? Да, я могу включить торговую кампанию, а потом отстанализировать, да? Ну, так прекрасно, давайте этим и займемся вопросиком. Почему бы и нет? Мы что-то здесь еще вроде забрали, да? А вот это мы забрали. Это все вроде не наше. Вот здесь торговая кампания у нас будет тоже. Или я зря это делаю, потому что... Ну, сейчас посмотрим. Может, я все-таки зря их... А, входит в торговую кампанию минус 20. Ну да, я поторопился, малеха. Ну, ничего, ничего, сейчас тогда. А если я заберу из торговой кампании, то мы получим дебафу. Ну, ладно. Поторопился с обращением. Ладно, сейчас начало все сделаем. Имперский парад. Любой солдат, служащий в легионах Джада, тратит время на строевую подготовку. Но обычно все внимание причинно к результатам их марши. Быстро прошедшие из золотой твердыни, подкрепление против внезапного вторжения гоблинов, дальнейшее наше завоевание в холассе или... Преподнесение сюрпризов, восстанию тех, кто бросает тень на свет Джада, быстро развертываются наши войска и пушек, делать все эти вещи. Возможно, обычно остаются тени. Но не сегодня. Сегодня по всей империи пройдут парады, включая один командовать, которым будет лично божественный вестник Джадар II. Он пройдет по многолюдным улицам бульвара. Сегодня посреди прорывания жизни над смертью будет и прорывание нашего путешествия. Чуть-чуть получили военные очки. Ну че, неплохо. Северная Лига, культурная геемония. Ну, ради бога че. Хочешь рекрутов? Добери. Меня правда еще просели рекрута. Ничего страшного. Мы можем... Так, универа, вроде, поставил строиться, да. Там мы поднимем, нормально все будет. Желтые источники. Ну, это неинтересный ивент. План сословия. О, можем отобрать у них что-нибудь. Честно вам скажу, у меня... Я бы отобрал бы у них, наверное, все-таки... Власть над армией. Но что опять влияние за каждого нанятого, это, конечно, жестко. Давайте власть над армией отберем у них. Пока есть такая возможность. Чтобы, когда я нанимал полководцев, у нас не росло их влияние, иначе это просто кашель. Так, а че вы здесь умираете? Я же вас вроде отправил, нет? Я же вас вроде пораскидывал. Почему вы там стояли и умирали дружно? Непонятно. Ладно, в любом случае, сейчас мы это все обратим. Лучезарный бал. Кому интересно, можете прочитать. Он слишком долгий, этого не буду. Дипрепа плюс 3 на 5 лет. Это прекрасно. Восстание будет? Ну, восстание должны быть, но не факт, что будут. Его усилия восхищают нашу страну, конечно. Можно отобрать земли, по идее, но... Сверх расширения 2, если тогда я понимаю, погуляли. Одна война вот такая, небольшая вроде бы, маленькая. А, 53, если уберу 5, будет плохо. Поэтому пока оставим. Ну да, ладно. Так, а че вы умираете, народ? Почему вы умираете? Сюда. Ты сюда, ты сюда. Ты сюда. Тебе нормально. Ты у нас сюда. Вам нормально, окей. Ну, как раз восстание, он, займись. Почему вы умираете, народ? Здесь мы разбили. Как у вас много повстанцев. Как вы все хотите отправиться к Саруэлю досрочно. Не щадите себя, а? Все ради Саруэля. Так быстро к ним хотите отправиться. Но я вам помогу, если вы хотите. Мне как бы не жалко. По деньгам у нас что-то как-то тут непонятно, но в целом вроде бы вкусно. Уходит, да? Ну, в теории, да. И свои проблемки некоторые. В том плане, что я вот зря вот эти поотдавал раньше времени, потому что я теперь их никогда в жизни не обращу. Хотя сейчас посмотрим, сколько нам не хватает. 5,8, да? Ну да, не хватает. Может, конечно, позабирать временно, допустим. Давайте позабираем. Потом верну, потому что обратить нужно, это не дело. Я же понимаю, торговая компания, торговая компания, но свет жады должен быть везде. Поэтому придется немножко дебаф ловить, потому что я поторопился с этим делом. Сейчас обратим все это дело. Потом уже спокойненько мы их всех включим. Одного праздника достаточно. На годик всего, да? Тоже можете прочитать. Тем, кому интересно. Неприятненько. Неприятненьким. Вещи поймали. Себе. В целом, ладно, жить можно. Одна провинция только. А, ну что она только что была обращена недавно, да? Поэтому она и не хочет. Увидеть свет жада. Ну ладно. Рано или поздно. Расположение двора, кстати. Мы можем перенестись куда? Аскасур, Барасан, Шараман. Как мне перенести столицу в Джаданадрар? Где он тут? Я его искал вроде бы, да? Там, Джада, вот Джада Назар. Мне сюда столицу перенести так, чтобы я могла попрожимать вот эти стучки. Ну давай переедем пока временно в Аскасур. И потом я ручками перееду вот сюда, да? 200 очков нужно. Жители узрели свет, солнце. Да, нам нужна здесь столица, так понимаю. Религия наша национально является столицей. Много всего неприятного. Нужна помощь. Отправимых солдат и денег. Мне не жалко. Как бы несложно. Или может быть, да не, но как бы все положено. И культура, и религия, все наше. Все наше родное. Нам предлагают пораспространять... А, нам нужно 20 тысяч всего. Всего 20 тысяч нужно. Хорошо. Кто дороже? А вы все по одной цене готовы мне представить? Ну давай. Чуть-чуть. А то я сейчас умру. Все по одной цене, в принципе, готовы. Ну почему бы и нет? Ладно. Нам нужно накопить, я так понимаю, 20 тысяч и принять вот эту уже штуку спокойно. Ну, это дело такое, как бы. Понимаете, несложно. Просто вопрос времени. Мы, главное, потихонечку смогли все-таки приструнить наши пословия, вот это. Хотя я вижу, проблема в том, что вот присоединение должно... Значит, у них отобрать, чтобы можно было у них выбирать землю. Видим, что-то им дал. Завершение восторга с руэля. Вот, поставщики настроения все прошли. Там боевой дух, стоимость подкреплений. И админочки еще плюсы на дополнительные. Это прям вкусные, прекрасные, я бы сказал. Можно даже вот этого раскачать еще немножечко. Мы тут ждем миссионера, вроде бы, да? Или он уже сделал все? А все, можно. И нам нужно перенести столицу в Джадазар, чтобы можно было поражать что-нибудь. В конце дэв смерти, это понятно. Джадазар, где он? Теряю все время. Что-то его все время теряю. Вот он. Нам нужна здесь столица, для этого нужно 200 админ очков, и мы спокойно там переедем. Опа, верховная ставка, это родина революция. Вот это я понимаю приколы. Но это, кстати, их там разбивают. Ну, чем слабее мой вассал, тем меньше желания у него восстать. Поэтому я особо-то и не против. Стабы за ней, давай деньгами. У нас они копятся вроде быстро. Поэтому это вроде как не проблема для нас. Сейчас с коррупцией закончим бороться. Закончим национализацию, тогда у нас деньги вообще в гору летят. Но я пока жду возможность перенести столицу. Нужно ровно 200 очков. Мне хочется поражать ивенты вот эти, связанные с стеной, казармой. Наверное, я поставил бы академию все-таки. Там генерал без содержания и бесплатные политики. А бесплатная политика, это было бы хорошо. У нас уже вот эти две бесплатные, да это бы третью бесплатную. Вот так хорошо закрыли бы это все. Так, еще один месяц. И мы сможем национализацию сразу. Сразу оптом все сделалось. Переезжаем сюда. И да, можем основать академию. Это будет денежка временно, да? Окей. А вот это почему не могу? А, улучшения столицы нет. А у меня сейчас... Да, то есть, наверное, закончится. И потом я смогу еще построить. Могу и всех построить, так понимаю, да? Улучшение будет до 10 лет. Но это долгий срок, однако ж. Однака ж срок долгий. Импортные товары. Перенаправление торговли. Нет, давай лучше меркантилизм. Меркантилизм он... А, у меня уже доступный бесплатный, да? Да давайте возьмем эффективность торговли. Вот здесь, да? Здесь эффективность торговли. У нас сейчас 376, да? И здесь можно дать еще эффективность торговли. Да давай. Просто эти деньги сейчас в Эстоне. У нас было 376, да? В конце месяца у нас стало 500. Вот это... Понимаю? А ты здесь что забыл? Я думаю, я тебя давно уже отправил домой. Ты что там стоишь, какого-то черта. Непонятно. Ладно. Прямо сучу возвращаясь домой. В военную коалицию... Прямо вступил. Вступил, да. И какая здесь... Ну, такая хорошая прям. Хорошочная военная коалиция получается. Но в любом случае с этим мы мало чего можем сделать. Я особо за эту игру... Конечно, было бы хорошо все это поражать. Но я особо не хочу торопиться в этом плане. Потому что здесь очень много всего. Очень много заданий. Расширить местную администрацию. Нужно здесь везде построить... Где нужно построить здесь резиденцию суда? Можно больше, да? Там получится стоимость. Скидочка на них, да? Неплохо. Имеет ассимилированных хоремарии. Ну, давайте будем потихоньку это строить, наверное. Ну, сейчас пока деньги поднакопим. Мне бы... Да, 18 тысяч было бы хорошо иметь. Но пока как-то не задается с этими вопросами. Ну, вроде обращение идет потихонечку. Письма обратили, но я пока не могу ее вернуть. Точнее... О, вот здесь можно. Ну, здесь уже обращено все. Поэтому давайте потихоньку это все перекидывать. Где мы смогли уже обратить. Мы это все попередаем. А где не смогли обратить, пока не будем передавать. Раньше времени. Это мы не смогли взять ничего здесь. Ну, вроде бы как все. Вроде бы как все мы здесь сделали. Там торговли они пока 2% рисуют. Но это меня не обманывают. Я более чем уверен. Поэтому мы поставим здесь перенаправление. Да. И местное торговое влияние везде здесь сейчас будем усиливать. Потом усилим производство. Так же. Ну, все. Деньги кончились. И по торговому узлу у нас получается, что мы здесь, ну, неплохо так перекачиваем деньги. Здесь доход ощутимо поднялся. Здесь, правда, пока непонятно. Здесь мы особо активную политику никакую. У меня здесь одна провинция. Ну, да. Всего одна провинция. Здесь как бы они две будут. Но они особо здесь погоды не сделают, я так понимаю. Можно взять пехоту новую. Этим, может быть, давайте... Сколько вы мне дадите, интересно? 16-й все равно не хватает, да? Давайте еще двушку подкопим. Прожмем все-таки институт. Тут стоимость меня культуры. Это не очень важно. Здесь что можно поражать? Желание свободы у субъектов. Артиллерийский урон с дальних полков. Желание свободы от развития субъекта. Ну, давайте. Урон от пушек лучше мы сделаем. Так будет как-то понадежнее, получше, на мой взгляд. На мой взгляд. О, можем принять все. Принимаем. Сразу берем теху военную. Переоснащаем наши войска. Что еще такого здесь можно сделать интересного и полезного для нашей страны? Ну, выплатить долги было бы, конечно, идеально, но... Вы сами понимаете, что это процесс такой, как бы... Не очень быстрый. Восстание вроде не планируется особо, да? Поэтому можно, наверное, поставить муштроваться. Таких хочется выполнить задание на 100 о профессионализмом. Оно у нас уже довольно-таки рядом, почти в спину дышит. Поэтому мы, думаю, сможем в ближайшем времени это все осуществить. Надо только чуть-чуть поднажать. Здесь 37 уже, здесь 29, здесь 19. Ну, понятно, но... В другом у нас были вопросы. В том плане, что здесь с Верой нужно разобраться сначала. Как только у нас миссионеры закончат эти вопросы все обкашливать, мы это все спокойно уже сможем передать. Не переживая ни за что. Ну, здесь они обращают. Развитие производства. Синий человек. Ну, давай легитимностью заплатим. Это не страшно вроде бы. У нас здесь превышение тоже. Добро пожаловать в джат. Добро пожаловать в джат, как говорится у нас. Отправьте войска. Беспорядки будут получены подразделения. Где что? Отправьте войска, ладно. Нет, это тысяча вроде как не нужна особо, поэтому плевать. Я бы хотел поставить здесь еще всякие производства. А, они все построены здесь уже. Значит, налоги остались. Максимализируем здесь прибыль, я думаю. Потом будем платить уже. О, покидаю двойную коллицу. А почему так? А как так получилось? Бухувари, а у тебя кто союзник? Бухувари-то союзников особо и нет. Давайте перекидывать войска и заканчивать уже вопросы южного направления. Точнее, юго-восточного. Здесь еще сильнее укрепимся, больше будем качать денег и в принципе будет все неплохо. У нас в том, что армия сейчас довольно-таки продвинутая. Здесь, конечно, есть некоторые проблемы, связанные с тем, что у нас здесь мало крепостей. Посмотрите, здесь так захваченные крепости, которые мы-то захватили. Мы их не улучшали, не обслуживали особо, поэтому... Может быть с этим еще у нас проблемы. У него союзник... Ага, союзников у него почти нет. На удивление, коллица распадается, кстати. А вся ли? Или только там? Ну, пока только там. У нас здесь на юге есть коллица такая, но... Стоп. Здесь союзник, где нет союзников? Подожди! Давай одну армию сюда отправим, добьем его. Мы сейчас две войны параллельно будем вести. Одну с этим, одну с тем. И мы очень быстренько сможем это все, думаю, поставить на место. Возьмем еще 26-й дипломатический тех. Теоретически нам это поможет во многом. По деньгам мы почти дошли до тысячи. То есть скоро у нас будет, думаю, неплохо все. Сейчас только достроим некоторые здания на рекрутов. Вот рекруты у нас, конечно, да. Рекруты у нас, конечно, очень быстро отлетают. К сожалению, здесь у нас как вообще что происходит? Здесь мы вроде бы... Но это я не могу передать, потому что я уже поэтнимал у них. Вот здесь вот это можно передать. Вот это нельзя пока. А вот здесь у нас идет обращение. Ну ладно. Ачет этим вопросом мы чуть попозже займемся, думаю. Вот это можно передать, да? Спокойненько. Ну да, шикарно. Все. Хорошо. Может быть получим еще одного купца? Спасибо большой человеку, который подсказал, что можно вот так вот лутать деньги через торговую компанию. Потому что это очень Северная Лига воюется, не пойми с кем. Ну мы вступим, но как бы участвовать активно я не планировал, скажу честно. Войска здесь подошли. Здесь войска подошли. Давайте, что здесь? Не, империализм. Империализм. Вступаем. Потом сразу же что? Скипаем день. Глотая смерть. Оооо. Даже так. Даже так. Туда в Барасан, да, я в Барасан пока переедем. Даже так. У меня всяком кошмар. Ладно, в любом случае давайте выберем империализм. Инхо и вот эти меня... Сумасшедши. Ладно, его тоже съедим. А он месяц должен... А что, я всех генералов потерял? Вот, ну типа вы серьезно? У меня умерли все генералы с 30% шанс. Еще и наш великий вождь умер. Ну ничего страшного. Там главное... Самое грустно, что там династии так уже поменялось, поэтому... Кто нами правит, уже большой роль не играет. Будем считать, что это его приближенный друг. О, профессионализм 100%! Это значит, что у нас выполнено задание, именуемое как Легион Солнца. Где он? Где-то внизу был, да? Здесь голос Саруэля. Там нужен могущественный маг. Золотые нити, кстати. А, но мы не контролируем еще золотые пути. Не все, точнее, их контролируем. Каждая личность играет свою роль в крестовом походе Саруэля. Но никто не воплощает его так буквально, как наши войска. Следовательно, каждый Легион должен отражать силу и благородство Солнца, как огневую мощь. Спад армейской традиции, скорость передвижения. Итого у нас армейские традиции почти не падают. У нас они там почти под 100 и практически не падают. Да, это великолепно. Хорошие, великолепные новости. Об ухуаре там, кстати, армия прям хорошая. У них тут армия. Наверное, флотилию я бы спрятал. Может, я сейчас тут уничтожит, я думаю. Если она останется. В любом случае, наверное, нам... А, ну... Здесь я все, что мог, сделал уже. Поэтому в хуваре давай мы с тобой за империализм побоюем немножко. Все, ты идешь сразу, выбиваешь этого пацана бедного. У меня там одна провинция всего, да? Ну да. Соответственно, наши враги это в хуваре как раз таки. Столицу взять не смогу пока что, да? Ну да, здесь флот нужен. Ну и еще что-нибудь придумаем. Главное, что с какой-нибудь крепость взять. Там укрепиться. Вот, 4. 4 на осаду. Здесь крепость? Да, да, да. Здесь крепость. Ты достой здесь пока что. Ты стой здесь. Будем как-нибудь здесь компоноваться и стоять, ждать, когда армия противника смогут здесь совершить фатальные для них ошибки. Которые сыграют нам на руку. Да, нам вот эта крепость взять, а потом уже здесь две крепости рядом стоят. Какие они нехорошие? Там по военному теху мы их превосходим. То есть, по идее, мы должны их без проблем разбивать. 33 пушки у них. Мощные парни. А я могу с ним? Нет, мне что-то мешает пройти. А, крепость, которая вверху, мне мешает пройти, да? Ага, здесь у меня уже, я вижу, пасут, уже готовы мне дать люляй, да? Ну, мы будем, наверное, забирать... Ну, здесь мы будем забирать, наверное, вот так. По реке, как минимум. Да? Как минимум по реке здесь заберем, и потом... Сейчас двух сторон буду так реку забрать. Что еще можно? Это возьмем. Ну, калиция нам не так важна. Нам важно сейчас вот туда поглубже залезть. Вот так можно, допустим, да? Это уже другой торговый узел будет. У нас вроде как претензий на вот эти земли особо нет, да? Да. А на эту есть? На эту тоже нет. А на эту есть, интересно? На эту тоже нет, да? У нас претензии именно здесь по бережку идут. В принципе... По берегу заберем. Все, мы вроде по берегу забрали. Теперь можно уже выгрызаться. Да, вот так вот сделать. Хотя границы не очень красиво получаются. Как бы это... Вот храм здесь мы заберем. Здесь храм заберем, да? Там храма нет у них. Вот здесь храм у них. Но мы не можем. Значит, вот так заберем. Ну, наверное, вот так. Хотя валют не очень. Вот так оставим. И просто еще возьмем денег. По мне захватим неплохой кусок. Здесь главное полностью будем контролировать весь этот торговый узел. Можно, наверное, отправить генерала на осаду на юг. На южную крепость. Здесь тройка. Вот. Значит, сюда идешь. А вы будете его подстраховывать потихонечку. Вот. Неминуемая высадка противника. 37 тысяч. Ну, я их не очень боюсь. Их высадки эти. Непонятно. Здесь вроде идут боевые действия. Опа. Стоп. А все уже. А уже все. Одеваться некуда. Достягиваем все войска. Будем давать бой, раз уже бежать некуда. Хотя, я вижу, мы их разбили. Ладно. Все. Можно пылкость взять, допустим, на войну. Да. Почему бы, в принципе, и нет, наверное. А ты у нас на сколько? Ты на два осада, ты у нас на один осада. А ты на три должен быть. Ты на три. Все как положено. Вот мы здесь ведем небольшое такое крупное сражение с довольно-таки большим количеством противников в этой области. И мы разбили их. У них армия уже 300 тысяч всего осталась. Мы завершили войну с Хиратом здесь. То есть мы полностью контролируем теперь земли Хирата. Можно выбить еще вот этого бедолага. Но он пока цепляется за возможность жить. Хотя, как вам не, это очень глупо. Потому что он не выживет. Это крупное сражение мы вроде бы победили. Боевого духа у нас 8,8. Еще бы, как говорится, с таким боевым духом мы бы испытывали проблемы. Единственное, с чем мы испытываем проблемы, это с тем, что нас очень много... О, остановили твердыню. Единственное, мы испытываем проблемы с тем, что у нас очень много людей умерло именно от истощения. Хотя у них... Ну да, наши потери плюс-минус равны сейчас получается. Так. Поэтому мы здесь, конечно, расширяем нашу границу боевых действий. Постепенно, потихонечку. Все равно пройти не можем. Тут и на осаду, пацан. Иди сюда. Выйдите, поддержите наступление. Поймали, разбили. Что может быть, как говорится, лучше? Что у нас на осаду есть? Пока непонятно. Ладно. Может, и на осаду? Нет, не просто. Ты у нас на осаду 2, ты на осаду 3. А туда мы перейти не можем, да. Тут у них крепости очень много. Тяжко, тяжко оно идется все. Но, тем не менее, не думаю, что это были у нас проблемы. Проблемы только чисто во времени. Это очень долго все приходится брать. Здесь мы, видите, уже расширили наше наступление. Они не выиграли, по идее, у нас ни одного сражения. А нет, одно выиграли, но это было с гарпиями. Но мы не контролируем цель войны, которая является как раз-таки их столицей. А с этим надо что делать, как раз-таки. А мы не можем, потому что у них они контролируют пролив, а у нас нет здесь военных никаких, военно-морских образований. А флотилия, она не доплывет, как вы понимаете. Вот так вот оплывать, вот сюда она не доплывет никогда в жизни. Единственное, что можно реально здесь сделать, это набрать, допустим, флотилию в 50 корабликов на будущее. И чисто вот этих 50 корабликов нам, по идее, должно будет хватить, чтобы их разбивать. Ну да. Если смотреть за тем, что здесь происходит, то, в принципе, 50 кораблей здесь нам вполне хватит на всю эту войну. Но, к сожалению, в этой войне они уже, наверное, поучаствовать не успеют. Только в следующей войне они будут боевыми единицами. Ну вот, ну давай чуть побольше даже. 51 корабль, ничего страшного. В этом нет, тут у нас сражение. А вы убегаете или вы убегаете? Хорошо, у вас я понял. Постепенно здесь идем, красим. Вы что, вы двое идете, а ты у нас, вы все по единичке, да? А ты у нас единичка тоже. Ну иди сюда, бери крепость. Ты поддержи эту крепость. Ты можешь? Нет, мы сюда не можем пройти. Постепенно будем туда здесь двигать линию фронта. Как в Хоике почти. Почти как в Хоике. Я возвращаюсь. Мы полностью оккупировали всю эту страну, но она не сдается, потому что у нее слишком сильно желание воевать. В том плане, что мы не контролируем их столицу и не можем. Потому что туда нужно пробираться по воде. Из интересного мы можем претендовать на наместничество скорби. Туда империя джад станет превратиться на наместничество скорби. Вопрос, нужно ли нам это делать? Или нам это... Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли это прожимать. Какого там есть вообще смысл? Или, допустим, в следующей серии я его прожму, сохранюсь, прожму, мы посмотрим, что это такое. Потом уже вернемся обратно в джад. Напишите свое мнение, это очень важно и интересно послушать от вас. Также мы выполнили задание, связанное с Хиратом полностью. Называется Свет для Хираты. Хирата окружена последователями Хазба Культа со всех сторон. Тьма постоянно грозит обрушиться и сокрушить их. К сожалению, они не знают, что есть Свет Солнца, что мог бы направить их. Мы должны обратить их в джад, дабы они смогли создать бастион, чтобы будет противостоять тьме Асруэля пусть создаст бастион для их душ. Мы получим претензию на спасти Эгзу. Это нам сюда надо. Воевать с Абартилем. Но мы с ним разорвали уже союз, поэтому, в принципе, к этой войне я готов. Соруэль и Кхета. Теологи давно погружены в спор, какова роль Хета в крестовом походе Соруэля. Некоторые считают, что их пассивность явно свидетельствует их дезертирству и замыслов его. Они могут сделать столь немногое, но совершили столь малое. Другие говорят, что отказ от действий на деле был их важнейшим и лучшим поступком, чтобы многие из нас оказались в трудной ситуации и закалили свои души. Теперь мы правим Хиратой и можем показать этим существам истину Джада, увидев, какую сторону они изберут. Просто получим немножко очков. Ну, как бы. Для этого, так понимаю, надо было просто обратить в Джад. Ну, мы обратили. У нас доход уже за тысячу перевалил благодаря торговым манипуляциям. Ну, я думаю, как только мы вот это еще превратим все в торговый пост, мы, наверное, просто в деньгах утонем. На месте сейчас скорби, кстати, напишите. Про него очень важно, очень интересно. И Джад истинной веры. Мне не хватает только одной провинции Картонора, которая у них есть. И, в принципе, свет Джада уже все. Что мы сможем выполнить истинную веру и получить веротерпимость к истинной вере и все. Ну, да, прикольно. Пока что нам не хватает рекрутов. Потому что, как вы видите, у нас очень много людей умерло в этой войне. У нас не осталось рекрутов, было до 300 тысяч в начале, а теперь не осталось ни одного. Это меня очень печаль. Сейчас мы восстановим флот, попробуем сделать еще одну такую же военную вылазку. Как только восстановимся полностью. Перехватит. Не, он пассивно себя ведет. Ну, можно еще здесь кораблик, наверное, заказать. Мы, я так понимаю, потеряли большую часть корабликов. Ну, сейчас еще построим. Поднакопимся, подусилимся. Соберем, пробьем уже эту столицу без проблем. И как-нибудь уже закончим эту войну. Потому что нам не дают закончить войну, потому что мы не контролируем цель. А цель войны это их столица. Потому что воюем мы по империализму. Забирать меньше земель я не хочу. Ну, у них флот как бы, он большой, но не сказать, что сильный. Там они транспорты. Поэтому сейчас восстановим этот флот. В принципе, можно еще раз попробовать. Что рекрута от мест в парламенте увеличится на 500 тысяч? Давай. Вот сейчас нас парламент, наверное, спасет, я думаю. Он даст там, по идее, очень много рекрутов, если я все правильно понимаю. Осталось только попрожимать нужные мне решения, которые позволят мне... Здесь мы все прожали. Пользование землей. Монетный двор давай. Радикальный нет. Национальные титулы можно. Национальная мобилизация давай. Прогресс реформ. Чуть-чуть очков. И мы получили реально 500 тысяч. Спасибо парламенту. Теперь у нас есть солдаты, которые готовы воевать за свет жада. Лучше этого не придумаешь. Ну что, давайте попробуем дать им бой. Не уверен, что из-за этого что-то получится, но можно, по крайней мере, попробовать. Ну, вроде как мы смогли. Мы смогли дать бой, смогли закрепиться. И теперь мы, по идее, можем взять столицу спокойно их, да? Они, на удивление, не стали сопротивляться моей мощной военной эскаде, которая здесь их ждала. Нам сколько нужно будет очков? Нужно будет 800 очков административных. Так, на все это добром. Видите, пока не подписан. Он спелся еще один купец, которого я, наверное, могу отправить куда-нибудь в интересное место. Допустим, вот сюда. Куда ты толкаешь эти деньги? Куда ты их толкаешь? Непонятно. В угол коралл. Сюда ты толкаешь их? Да, прекрасно. Давай, наверное, вот отсюда толкать деньги. Туда. Да. Мы взяли столицу, и наконец-таки он сдался. Слава богу. Как же это была долгая война. Мы по итогу этой войны полностью уничтожили его армию. Полностью сейчас, наверное, уничтожим его флот. Потому что у нас все-таки... Мы потопили их флагманов. Класс. У нас все-таки здесь сильный военный флот. А когда вы отступаете, мне интересно? А, к союзнику, наверное. Ну, союзник, ладно. Мы немножко побили его. Ну, и на этом мы и закончим данную войну. Спокойно смогли сюда внедриться. Теперь без проблем мы все это национализируем. А сколько очков нам, конечно, хватит? Наверное, нам не хватит на некоторые моменты. Но на все хватило очков. Еще остались. Прихорасширение, конечно, слютое. В принципе, это нормально. Прожимаем, отнимем еще земли у них, я думаю, земельки. И теперь нам осталось только это все интегрировать. О! Сорнерябский народ был интегрирован. А боль не представляет нам угрозу. Ну, все, шикарно. У нас здесь есть сильная военно-морская эскада. Мы теперь здесь сможем без проблем как-то своим вопросикам обкашливать на этих землях. Я имею в виду в плане флота. Бухувари больше нам не соперник. Оно неудивительно. За эту войну он потерял половину своей страны. Что мы можем сделать? Я здесь потихонечку начал восстанавливать все великие сооружения. Раз у нас появились деньги, можно этим вопросом заняться. Почему бы и нет? Денег у нас на самом деле неплохо. У нас появился, я вижу, еще один купец благодаря тому, что мы могли вот здесь усилиться. 500 мая приносит нам вот здесь торговля. Куда этого купца посылать пока не ясно до конца? Можно вот отделенность сейчас оттолкается, да? Но мы перекачиваем ее сюда, поэтому нормально. Куда отправить еще одного купца пока непонятно. В том плане, что здесь и так толкается. Здесь, вот здесь можно какую-то копеечку поиметь. Он сюда уходит, да? Вот отсюда можно толкать сюда, а отсюда мы уже толкаем. Толкается само. Поэтому давай отсюда попробуем потолкать. У нас 1120. Рабство мы поотменяли. Сахар, пряности, золото. 1120. Толкаем мы здесь. Ну, конечно, да. Мы здесь не имеем никаких торговых, так сказать, связей, сил. Поэтому толкается погано. Шелковые плантации здесь есть. Ну, это мы сейчас все здесь обратим в истинную веру. Вот и. Ты воюешь с кем-то, с кем мне не понять. А, ты с этим воюешь. Ну, в принципе, мне без разницы. Я как бы заступлюсь. Но мое активное участие, так сказать, не жди во всех этих конфликтах. Меня немало заботит и интересует. Меня интересует здесь эта стабилизация этого региона. И прожимание как раз таки. Где-то, кстати, здесь был. Где-то здесь был объединить Южный Рахен. А одна провинция здесь не хватает, не да? Кстати, давайте заберем. Почему нет? Союзник не только Сарисан. Поэтому это не проблема. Да давайте. Она сейчас в месяц пройдет. И мои армады военные тогда в Торунс уже туда. Мы здесь, там чуть-чуть усилимся еще. Отъедимся, так сказать. Ну, 222 сверхрасширение, это, конечно, классно. Напишите в комментариях, у кого было какое самое максимальное сверхрасширение в игре. У меня, наверное, 300%. Больше 300 я пока не набивал. Но, так понимаю, за данную партию у меня получится очень легко набрать даже больше. И должное желание. Вот война подошла к концу. Мы без проблем разбили их армии. И смогли все-таки здесь немножечко укрепиться. Поэтому мы потребуем все эти провинции, наверное. Хотя я бы, на самом деле, подождал бы, пока она снарядится, хотя бы закончится более-менее наполовину. Ну, я подпишу сейчас, у нас будет сверхрасширение под 300-400%. Она может тяжело жить. Поэтому не будем пока торопиться, просто помотаем. Ну, это все будет уже, я думаю, за кадром. Вы уже увидите готовую картину, которая у меня получилась. А на этом данная серия подходит к концу. Поэтому спасибо вам, что смотрели. Надеюсь, вам она была интересна. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк. Если нет, то поставьте дизлайк. В любом случае, напишите комментарий со своим мнением по поводу этой серии. Может, какой-нибудь совет дадите. И не забудьте написать по поводу события, которые именуются как восстановление. Это золотой путь. Где он тут был, кстати? Я не могу его уже сделать. Вот, претендовано на месячь со скорби. Что-то ли его прожимать ради интереса? Просто сделать сейв, прожать, посмотреть, что это такое. И потом уже вернуться обратно. Или его прожимать навсегда и стать на месячь со скорби? Не знаю, кстати. Поэтому напишите свое мнение в комментариях. Это очень важно и интересно, что вы об этом думаете. А на этом все. Встречи в новых сериях.